Приветствую вас на первом свидании в новом учебном году. Я надеюсь, что лето прошло с пользой. С одной стороны, вы набрали сил, с другой стороны, наверное, почитали литературу и готовы во всеоружии приступить к занятиям. Что касается плана работы на этот семестр, то мы продолжаем ту линию, в которой придерживались предыдущие годы. Это изучение основополагающих произведений марксизма, ленинизма, капитала Маркса, той основы, на которой базируется капитал, это диалектики, гейгерской диалектики и других произведений. Значит, непосредственно с планом занятий можно ознакомиться, во-первых, на сайте Фонда Рабочей Академии, во-вторых, на официальном сайте РКРП, РПК, и, в-третьих, план занятий опубликован в газете «Народная правда». Я думаю, что к следующему занятию мы, Владимир Владимирович, постараемся принести, если найдем. Ну, если удастся. Либо через неделю у Ивана Халчева. Так, это первое. Второе, я должен сказать, что в летнем месте кто-то, может быть, отдыхал, занимался иными делами. Ну, а наши ведущие, научные специалисты, в том числе по заданию вектора, разработали учебные посудия. Вот я могу сказать, что вышла лекция по философии истории Михаила Васильевича Попова. И, даже можно показать, да? И вышла книга профессора Кайзенова Александра Сергеевича «Антропологическая основа организации общества и государства». Ну, вот, для того, чтобы как-то стимулировать занятиям, посещениям и к активной работе на занятиях университета, вот, есть предложение, Саис Сергеевич, наиболее активным участникам он будет презентовать, тренировать свои книги. Ну, дело-то, ну, что нам нужно, там, заплатил деньги и книгу взял. Нам нужно, главное, активное участие. Я не правильно говорю, если в эту категорию при него впадают войны. А я думаю, что в эту категорию должны попасть вот в присутствующих все, это однозначно. Ну, и, как всегда, у нас водится, не знаю, жизнь из жизни, она богаче инструкций, богаче планов, богаче графиков. Она вносит коррективы, и мы должны сразу сходу внести коррективы, планы. Ну, я надеюсь, в кавычках, что многие не знакомы с нашим графиком работы. Наверное, некогда было познакомиться. Вспоминаю, вот, Ленин, не помню где, говорил, как вы видите, такую фразу, что один шаг практической работы важнее дюжины программ. Маркс, ну, Паркс, тоже один из пластиков партизма-ленинизма. Поэтому, в связи с тем, что, скажем, вот, Союз Докеров проводит там большую работу, и, скажем, из-за этого мы изменили план на первые три недели. Поэтому первое занятие проведет Руслан Сергеевич Казенов, второе занятие, 14-го числа, дирекция капитала Маркса, я проведу. И 21-го октября Константин Васильевич Федотов. Дальше будем по плану. Поэтому слово представляется профессору Ленинградского государственного университета Казенову Александровичу. Спасибо. Ну, так, готовясь к этой лекции, я понял, что мы все время занимаемся только проблемой приемственности общественного развития. Поэтому я, значит, в книге занимаюсь этой проблемой, или занимаюсь этой проблемой. И даже в известной мере мы живем, боремся под этим, под этой идеей, что потеряли мы социализм. Прервалась связь времен, как говорит Ганнер. Нет социализма. Нет коммунизма. Тем не менее, мы боремся за то, чтобы эта линия развития была восстановлена. С другой стороны, все-таки, если поглубже подумать на эту тему, то социализм, он, как говорится, придет изо всех углов и коммунизма. Например, коммунистов, коммунистов, коммунисты есть? Ну, позиционирует себя, как коммунисты. Теперь, масса народу все-таки сохранила привычки, традиции. Значит, коммунистический... Голосует за коммунистов? Голосует. Итак, если приглядеться, то, на самом деле, социалистического в нашем сегодняшнем обществе очень много. И приемственность, она есть вот такое противоречивое сочетание. Значит, прерыва, прерывности и непрерывного развития. Форм такого развития две. Первая, эволюционная форма, нормальное и спокойное развитие общества, в котором нам посчастливилось пожить. Сейчас вот я вспоминаю старую жизнь, думаю, как хорошо мы жили. Но есть и периоды революции. Есть, как нам довелось теперь жить, периоды контрреволюции. Но, тем не менее, развитие общества, прогрессивное развитие общества, оно не останавливается. И в этом, значит, мы видим корень оптимизма, один из источников нашей борьбы. Что касается непосредственно этой темы, то я хотел бы обратить ваше внимание на понятие общества. Общество, повторяем мы все время, по радио слышим, по телевидению слышим. Общество, 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 общество. Но если спросить кого-то, что такое общество, люди так растеряются от внезапности, и даже после некоторого соображения не ответят, больше всего не ответят, что такое общество. Понятия не дадут. Оно и так довольно пустое, абстрактное. Да плюс еще, значит, такие особенности мышления, человек, который не связан с делом. Поэтому еще и не скажут. Теперь, если я скажу, скажут, ну это что-то какая-то простота, такая выделенность. Вот поэтому, значит, ничего такого нет. Наций есть, народы есть, нет, и общество есть, и общество есть. Но, значит, очень... Мы начали лекции с темы общества. И рассматриваем, что такое общество. Значит, слово, слово это употребляется во многих значениях. Общество любителей охоты и рыболовства. Значит, общество... С ограниченной ответственностью. Общество любителей собак и охоты. Да, деревенское общество, да, общество России современной, европейское общество. Ну и так далее. Вот поэтому за всеми этими многозначными смыслов слов, словом, значит, может потеряться такая руководящая нить. Руководящая нить здесь очень простая. Она стоит в том, что общество рассматривается как совокупность людей вместе с их общественными отношениями. То есть, во-первых, это люди. Живые люди. Живые индивиды. Во-вторых, не сами, не каждый сам по себе, а в связи с другими. Коммуникации. Коммуникации, конечно, тоже, как абстракцию, значит, здесь можно использовать, но все-таки тут не в этом дело. Значит, а дело в связи людей, значит, друг с другом. И эти связи, конечно, многообразны. И многие связи, мы просто не обращаем внимания, и наука на них не обращает внимания, они и не изучены. Обращаемое внимание, и наука обращает внимание на такие связи, которые у многих людей устойчивы. И эти связи, они фиксируются и наукой, и людьми. И одни ценятся от других. Убегают, избегают. Одни помогают нам жить, другие мешают. Ну и так далее, там подобное. Значит, общество это люди вместе с их общественными отношениями. И по крупному проблему преемственности, я думаю, что решили Гегель и Маркс. Гегель первый увидел в истории поступательное развитие движения и выделил исторические эпохи, эпохи преемственности. Они связаны с пониманием религии и философии. То есть Гегель связывает развитие общества, или, как он выражается, шествие абсолютного духа по земле, как развитие государства. А государство всегда связано с религией, с религиозной идеологией. Поэтому и у него получается, что все историческое движение носит прогрессивный характер. И сегодня Европа, то есть в его время, стало быть, это где-то он писал в 1820-1821 годах, значит, вот высшего развития общества достигла в Германии претензационной монархии, поскольку он был монархистом. Значит, позиция его, она его невольно склонила к тому, чтобы от своей вот этой идеи, в общем, отойти, субъективно отойти. Но вот это вот понимание, вот это гегельское понимание, оно сразу было как-то так раскрыто. И в Германии, как ложное, и в России. Скорбелинский в одном из своих писем пишет, что Гегель высоко залетел в свои мысли, но упала перед Брандербургскими орлами. Ну, то есть там место у них святое, в Брандербурге. Да, с символикой монархии, и вот он, дескать, свалился. А мы, дескать, не свалимся. Ну и правда, скажем, Белинский, его поколение, революционные демократы, они двинулись в этом смысле дальше, а Чеджишевский так и очень дальше. Ну, а такую целостную, нашедшую большой отклик в умах, в сердцах людей концепцию общественной преемственности дал, конечно, Карл Маркс. И я думаю, что эта концепция, и эта теория преемственности, она настолько фундаментальна, что еще долго-долго-долго будет служить людям и учетам. Я думаю, что здесь товарищам присутствующим особо не надо разъяснять, что существовали. Общество развивалось в пяти видах, в пяти формациях, в пяти строях, но все-таки напомню, что первый строй, первая формация, первое общество, оно было по разным наименованиям, значит, первородным коммунизмом, первобытно-общимым строем, родовым обществом или родовым строем, еще как-то. Но речь идет о чем? Что отношения между людьми определялись его родом, положением его рода по отношению к другим родам и преемственностью, которая базировалась на понимании крови. То есть мы род, люди одной крови, если мы сталкиваемся с другим родом по какому-то поводу, то мы отличаем нашу кровь от другой крови. Если мы врачуемся, берем из другого рода невесту или мужа, то мы понимаем, что у нее другая кровь. И вот надо сказать, что в последующем орвалидическом строе вот это отношение, оно сохранилось. То есть в каких-то отношениях орвалидический строй разорвал с древним обществом, но в каких-то отношениях он и сохранился. И вот, скажем, в этом отношении он вполне сохранился. Если мы возьмем людей древнегреческого общества, то мы увидим две формы родства. Когнаты и Агнаты. Когнаты это люди нашей крови, люди нашего рода. И родство это считается по мужской линии. То есть от отца отец передает нам кровь, по которой мы отличаем других. Когнаты это живут с нами, мы женимся на них, выходим за них замуж, но это люди другого рода. И это настолько серьезно, что из-за этого шли войны. Значит, убивали родственников из другого рода. И на эту тему есть замечательный сюжет древнегреческий, довольно распространенный. Я имею ввиду, что несколько трагедий на эту тему есть. Аристея. Вот Арест оказался в такой ситуации, что мама, значит, умер отец. Мама, хоть и представительница другого рода, вышла замуж за человека другого рода, но она и сама другого рода, поэтому вроде нами стал править другой род. И он приходит к необходимости, что мать надо убить. И понятно, что трагедия это вообще небольшого количества такого рода случаев. Значит, раболельское общество. Вот в этом, скажем, преемственность осуществляют по отношению к реальному. Теперь, государства. Вроде государства раньше и не было. Государство возникает в раболельском обществе. Тем не менее, если мы вдумаемся и даже посмотрим на историю, приглядимся к историческим государствам, мы вскоре убедимся, о чем я говорю в книжке, что государство это отрицание рода, родового строя, отрицание рода как принципа, в том числе принципа управления. Управляют старшие поколения мужчин. Теперь, навыки управления, закономерности, тенденции управления, они были в роду уже в общем наработаны. Поэтому, когда родовой строй и соответствующая организация родовая отрицаются, когда возникает государство, оно многие вещи снимает в себе. То есть, родовой строй и строй общественного управления, они снимаются, то есть, сохраняются в раболельском обществе и в раболельском государстве. Значит, я так далеко захожу не потому, что хочу, значит, там, рассказать вам о древности. Я это к тому, что сейчас мы увидим, что и мы живем в такой же ситуации, в такой же самой преемственности. И Советский Союз... Да, да, можно так сказать. Вот. И особенно в нашей... Теперь, в облельском обществе отношения приобретаются в совершенно другой характере. Во-первых, роды разделяются. Во-вторых, богатые роды, они могут себе позволить, значит, общаться, встречаться, ездить друг к другу в гости, давать друг другу кредиты, раскладываться и так далее. Бедные роды, они этого ничего не могут. Поэтому, вообще-то говоря, роды, в таком глубоком понимании слова, и как бы в старом смысле, они сохраняются только в аристократии. А в демократии они, как кровь-то, они есть, а в социальном смысле они не могут поддерживать родовую жизнь. И эта родовая жизнь, значит, так уже довольно реально, в Афинах, например, закончилась в 507 году, когда в результате революции к власти пришли так называемые демократы в голове с Клисфемой. Значит, до этого греческое общество делилось... До нашей эры, конечно. До нашей эры, конечно. До этого общество делилось по Филам. Филы это и есть объединение родов. Вот, все греческое общество стояло из четырех Фил. Заменито. Каждая Фила состояла из 30 родов. И брачевались, значит, женщины одного рода с мужчинами другого. Мужчины того рода с женщинами этого. Ну, в разных, так сказать, комбинациях. Так вот, в 507 году они уже стали тяготиться вот этой родовой организацией общества. Решили с ней расстаться. И Клисфен поделил общество не по Филам, не по родам, а по территориям. Было четыре Фила, он установил десять территорий. Они, назывались они Филами, кстати сказать, как вот у нас получается, что Советы уже закончились в 36 году, а продолжали называться и сейчас еще называются Советами. Хотя это не Советы по понятию, по существенным, значит, словам. Так и там, они Филы, но теперь уже 10 Фил. На самом деле, родового там уже мало что осталось. Сохранялось что-то в отношениях, но мало. Войско формируется теперь не по родам, а по вот этим Филам, территориальным организациям. Выборы проводятся не по родам, а теперь вот по этим территориальным организациям. А на территории там любой народ участвует в выборах. И родственники, и неродственники, и пришельцы, и вообще все, у кого есть деньги, участвуют в этих выборах. Ну и в этом смысле, если мы посмотрим на ближайшее наше общество, ну, можно вспомнить, что там феодальное общество, капиталистическое общество было, и нам удалось пожить в коммунистическом обществе. И вот если мы обратимся со всеми этими проблемами, значит, к нашей жизни, к коммунистическому обществу, и к сегодняшнему капиталистическому обществу, то мы увидим такой опять не разнородности, не только различия между ними, но и тождества. То есть многое из коммунистического общества осталось с нами в этом обществе. И с другой стороны, много буржуазного было и в советском обществе. Причем, как я теперь понимаю, буржуазного как бы тоже в двух видах. Одна, один вид, это буржуазность, сохранявшаяся с монархических времен, с дореволюционных времен. Там были живы, значит, капиталисты, пометчики некоторые, значит, калачье, всякий такой народ, который воспроизвелся в условиях частной собственности, ну и доживал в условиях социализма. Отношения некоторые были, значит, тоже такого буржуазного свойства. К нашему поколению, к 60-м, к 70-м годам, та публика, она, в общем, ушла из жизни. И отношения в основном ушли из жизни. А фундаментальные отношения, отношения собственности, частной собственности, они ушли в середине 30-х годов. И если были там, ну, какие-то не пятна, даже пятнышки. Да, и в то же время, в конце 50-х, 60-х и 70-х годах началась новая поросль, или, по крайней мере, новый вид, или новая порода. Буржуа, рядом с которой мы жили, общались, пели, закусывали, и не понимали, что это люди уже нового строя, нового качества, новой породы. И сейчас вот сам оглядываюсь, я на студенческой жить, и теперь вижу, значит, своих коллег, работающих в вузах солидных, буржуи-буржуи. Это старого типа. Буржуазный профессор. Нет, я говорю, в этом типе два вида. Но старого, которые еще остались, как бы, с кем-то, и все-таки новый, которые выросли уже на нашей почве. Причем, скажем, не знаю, может быть, мне повезло в этом отношении. Мне удалось поработать тут, вот рядом есть высшая партийная школа. Присоевской власти. И мне казалось, что в Успеде должны быть собраны люди прочные, да, идеологи основательные. То это там. Поработав там полгода, я увидел, что ничего там нет. Буквально 5-6 человек, которые находятся на уровне и стремятся к всему-то коммунистическому, проводят какой-то коммунистический взгляд, позицию, линию поведения. А уж когда наступили вот эти новые времена, они на 180 градусов развернулись под козырек новой власти. И сейчас есть на Васильевском острове Академия Государственной службы при президенте. Вот это бывшая, высшая партийная школа. Им все равно, кого учить. Коммунистов, идти в Россию, буржуазных, идеологов и политиков. Главное, чтобы деньги зарабатывали. Главное, чтобы кормушка была. И большие. Ну и в этом смысле, чтобы разобраться, значит, вот в этих отношениях, тут опять нужно вспомнить и вот эту классовую преемственность, формационную преемственность и родовую преемственность. Что касается классовой преемственности, то много мы здесь выясняли вопрос об этапах развития коммунистов, коммунистического общества. Там Михаил Васильевич много раз развивал эту тему, подымал и развивал эту тему, что развивается коммунистическое общество, значит, в трех этапах. Что есть отдельный переходный период. Поверьте на слово, большая дискуссия по этому поводу была, значит, в советской философской среде. Что, значит, переходный период это тоже социализм, или это все-таки переходный период. Вот. И много мы затратили сил, чтобы показать, что это отдельный переходный период. Нет, товарищи, значит, все это замазывали, вроде все едино, вроде за все там Сталин отвечает, и везде там, значит, кто-то кого-то гробил, ну и так далее, там подобное. Значит, второй этап, это социалистическое общество, то есть коммунист, коммунист, в собственном смысле слова, но не развитый не полный. Это коммунистическое общество. И вот этого тоже народ как-то не сознавал. Не сознавал до такой степени, что родная коммунистическая партия записала, значит, в 62-м году, что нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. И я, скажем, не знаю, как вы, наверное, тоже, долго жил с сознанием, что вот к 80-му году я, наконец, буду жить при коммунизме. Хотя бы... Да, и только потом, значит, вот в результате уже таких собственных исследований, наблюдений, бесед, чтений, я понял, что мы жили-то при коммунизме. Коммунизм и был построен, значит, в середине 30-х годов. Другое дело, что это коммунизм еще не развитый, коммунизм не до конца построенный. Коммунизм без крыши, коммунизм без окон, без дверей. И жить, конечно, в этом коммунизме очень непросто. Особенно трудящимся, особенно рабочему классу. Но товарищи руководства, им уже жилось хорошо. Они действительно, наверное, уже жили при коммунизме, или почти при коммунизме. И они свою конкретную обязанность, и свою политику коммунизм, они вообще почти прекратили. Нельзя сказать, что прекратили. Так или иначе, обязательства, идеология, старые кадры проводили коммунизм. Но и торможение, значит, и борьба с коммунизмом, они тоже приняли уже такие довольно большие, хотя часто и скрытые формы. Конечно, выступать открыто против коммунизма в высшей партийной школе не выступали. Но выступали с таких идеологических позиций, которые фактически разлагали сознание и идеологию. Поэтому, значит, жизнь и в коммунистическом обществе она была противоречима. И сегодня мы с вами свидетели, что вот та буржуазная публика, которая народилась уже в новое время, накопила денег много, скажем, семья Михалкова в 90-м году имела полтора миллиона рублей в банках. Это было в журнале «Трезвость» за 90-й год. Не помню сейчас номера, где-нибудь седьмой, летом. Седьмой, шестой номер. Полтора миллиона рублей теми деньгами. Михаил Юрьевич, представляете, сколько это денег? Мечта. Да, это очень большие деньги. И, конечно, им уже тесно жило, было роду Михалковых. Деньги лежали зазря. Хотя зазря, это тоже неправильно. В Советском Союзе платили 3% на вложенные деньги. Сейчас-то ведь не платят 3% на вложенные в Звербанки, я имею в виду деньги. Вот. Поэтому им этого было мало. Им и социализм их уже тяготил. И мы на их примере видим, что тапочка коммунист, представитель Союза писателей, герой социалистического труда, автор гимна Советского Союза, спокойно перешел, а сыновей своих, я думаю, не только не останавливал, а стимулировал. Поэтому один буржуазный кинорежиссер, и другой буржуазный кинорежиссер, да. Фактически от народа они давно уже оторвались и проповедуют какие-то взгляды. Ну, один либеральный, а другой монархический даже. И таких семей было очень-очень много. К 91-му году в СССР было миллион миллионеров. Миллион, в том же знали, пишут. Да. Миллион это гигантская сила. Причем на зарплаты даже большие миллион особо не заработаешь. Как вам заработать? 91-го. Нет, миллион рублей. Поэтому, конечно, это сложилась такая большая буржуазная сила, она действовала. Понятно, что она получала поддержку из-за рубежа. И поэтому в какой-то мере, в какой-то мере, в силу вот этих отношений сложившихся, уже 91-й год он был даже и неизбежным. То есть, 91-й год показал, что силы коммунистические, они оказались фактически в меньшинстве. И я тогда полагал, что, ну, выпадет в осадок 10 миллионов коммунистов. 10% коммунистов. Но осталось где-то меньше процентов коммунистов. Ну, я имею в виду серьезных коммунистов. Осталось только приватизацию сделать. Да, и вот этот контрреволюционный переворот, он, собственно говоря, завершил большой период развития, в котором буржуазия под красными знаменами наступала, потихоньку не афишируя, а коммунистические силы не нашлись противопоставить что-нибудь мощное и серьезное. В какой-то мере, это опять-таки объективно. Я думаю, что большую роль сыграла здесь война. В войну погибает народ прежде, что тот, кто бросается вперед. А вперед бросаются сознательные люди. И они здесь гибнут. А потом, когда начинается мир, таких сознательных людей не хватает. Сознательных, смелых, честных, уверенных. Но это, может быть, последний, но не первый такой удар. И в саму революцию, собственно говоря, погибло очень много как раз вот этого контингента. Коммунистического, честного, стихийно коммунистического, народного такого глубокого. Вот сейчас я читаю стенографический отчет Пятого съезда Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. И в первом слое Свердлов докладывает, что вот сколько погибло людей. Из членов съезда прошлого, там погибло чуть ли не 90%. То есть самые сливки их послали, они решили вопросы, потом пошли защищать. Селенок не хватило. А надо сказать, что и так рабочий класс России царской, он был не самым передовым, не самым большим. Да плюс, значит, вот такие удары. Поэтому, конечно, коммунистам не зло в Советском Союзе было, видимо, очень нелегко, очень тяжело. Хотя и были возможности. Были возможности, активные силы ими пользовались. Скажем, ну вот мы знаем товарищи, которые с войнами десятых годов боролись с тенденциями коммунизма. Борьба была, сделано было очень много. В том числе, значит, борьба дошла до самого центра. И в конце концов, перед самым концом, в принципе, уже стоял вопрос о созыве съезда, на котором должен был быть снят Горбачев, но и соответствующие выводы. Но вот, товарищи, граждане, буржуи, опередили коммунистов в этом отношении. И распустили руководящие структуры партии, значит, заранее, до этого. Опять же, руководство показало себя, руководство, скажем, наше Ленинградское. Распустили вас, как орган сидящий, значит, Смольным. Но не привыкли. Да. Соберите актив где-нибудь в парке на скамеечках. Или за городом, как вот ивановские рабочие собирались за городом на реке Талки. Вот. Или еще там где-нибудь. Обсудите свои дела, наметьте цели, значит, и действуйте. Никто их не разгонял очень-то. Приостановленная, я говорю, деятельность руководящих органов. Никто не разгонял, никого не убивали. Как сказали Юрию Павловичу о собаке Смольной, он собрал там свои шмотки, тапочки, штаны спортивные, вот, и ушел. Не обратился к коммунистам, не позвал нас. Поэтому, значит, ситуация сейчас в российском обществе чрезвычайно трудная. Я думаю, что у нас по этому поводу большой опыт в течение 90-х годов. Ну и сейчас тоже. В чем эта трудность? Откуда происходит эта тяжесть? Она двоякого рода. Во-первых, значит, силы рабочего класса, силы народа, силы коммунистического движения очень сильно подорваны. И мы это прекрасно видим по экрюдитам. Во-вторых, капиталисты, буржуа наши, они не те классические, которые вышли из поменщиков, из капиталистов старых, за которые стоят династии, которые имеют ответственность историческую за свое общество, как, скажем, Форды, Рокфеллеры, Милоны, Дюпоны. На основе. Да. Там примерно 500 семей в Америке, вот таких традиционных, за которые стоит 6-7 поколений с гражданской войны 19 века. И, конечно, Рокфеллер, значит, старший, он чувствует ответственность за весь род. А род у них, ни много, ни мало, значит, 3-5 тысяч, ну, у разных. Вот у Рокфеллера 3 тысячи, у Дюпона, у Рокфеллера 5 тысячи, у Дюпона 3 тысячи, у кого-то там, у Милона 2 тысячи. Значит, немалая компания, да? И всем находится дело. Почему? Потому что товарищи знают, что капитал, его надо беречь, хранить, а еще лучше приумножать. Наши новуриши, они даже, во-первых, не понимают этой цели и задачи. Во-вторых, они, если бы понимали, они не умеют делать. В-третьих, их не подталкивает родня, их не подталкивает традиция, их не подталкивает созданное ими государство. Они маргиналы. Да, вот маргиналы, для них это хорошее определение. Элита. Да, или элита, как они сами себя называют. Это вот по отношению к человеку, это оскорбление. Почему? Потому что под элитой подразумеваются лучшие сорта растений, лучшие там, да, породы животных, и они себя, значит, как-то вот относят к растениям и животным. То есть, насколько слаба идеология. Теперь, идеологии-то у них толком нет. Значит, у них или христианская, православная, и на них уповают на Кирилла, как раньше на Алексея, что что-то они там им дадут идеологические вопросы какие-то решат. Или типа Сванидзе, значит, которые, ну, занимается он там какой-то узкой проблемкой, некоторыми темными историями, но какого-то взгляда широкого на историю общества, на расшла политических сил, на философского взгляда у них нет и ни у кого. И даже если старые, старые советские философы некоторые, философы с советских времен некоторые подвязались на службу вот этим вот, новой власти, то, в общем, как-то мне жалко власть, на службе которой находятся такие философы. Поэтому нет, ну, если нет дискуссии в обществе, вот только-только вот этот сейчас суд времени идет передача, вот более-менее общественная дискуссия. В какой-то мере была дискуссия ими России, тоже по-дурацки сделана, как-то пошло сделано, но все-таки это общественная дискуссия. И вот сейчас суд времени, тоже какая-то все-таки общественная дискуссия о сопоставлении точек зрения, по крупным принципиальным вопросам. Но этого очень мало. В Советском Союзе какие дискуссии шли и в 20-х годах, и в 30-х, в 40-х, конечно, меньше, в связи с войной, в 50-х, в 60-х. Вот. В 90-е годы никаких дискуссий не было. Общественных, я имею в виду, широких. Значит, ну, да, но сейчас вроде где-то отдельные такие всплески есть. Поэтому наше вот это общество капиталистическое, буржавное, совершенно российское, оно не имеет корней. В этом смысле оно не имеет преемственности. И я думаю, что поэтому оно безжизненно. И вообще, история контрреволюции показывает, что они кратковременны. Таких вот каких-то длительных контрреволюционных периодов не было. Спасибо, Владимир Владимирович, за подсказку. Значит, там более-менее длительный период контрреволюции был в Англии. И в какой-то мере она повлияла на историю Англии в 1689 году, что там возник такой компромисс буржуазии и аристократии. Поэтому и до сих пор там лорды, пэры и мэры сохранились и так далее. Но это была еще вообще мировая ранняя, одна из первых буржуазных революций. Не одна из первых, а вторая буржуазная революция. Поэтому, конечно, там еще силы не знали друг друга толком. А скажем, уже во время французской революции, когда силы борющиеся знают друг друга. А уж особенно в 20 веке, когда, собственно говоря, вся жизнь, она была пронизана противоречием между коммунизмом и капитализмом. Значит, совершенно все прозрачно, совершенно все ясно. И им, и нам. И в этом смысле полезно посмотреть на преемственность партий. Кстати, партии, интересно, что партии тоже происходят из понятия род. По-гречески парс, род. В Греции партии, они как бы совпадали с объединением родов. Вот, в Афимах древних, значит, три объединения родов. Партия там горных, партия долинных, партия прибрежных. На самом деле это все союзы родов. Поэтому они должны. Это род такого-то, это партия такого-то, это партия такого-то. Ну и сейчас, скажем, если мы посмотрим на партии, на партийную преемственность, то на Западе буржуазные партии, ну, в таких сильных странах, Англия, Франция, Германия, ведут происхождение свое с 18-го, а в Англии с 17-го века. Поэтому расклад сил политических, он как был в 18-м веке, так он и сохранился. Как во время французской революции распределились партии на левых и правых, в том смысле, что партии от народных, от народных слоев сидели слева, а партии от буржуазии, аристократии сидели справа. Скажем, в 17-м году, если мы посмотрим партийный расклад, он точно такой же. Значит, партии более-менее, партии революционные и более-менее идущие за революцией, и партии правые буржуазные помещички, ну, мелкой буржуазии типа СССР. И, если бы вы посмотрели расклад те годы, я писал о партийном раскладе, в 90-м я имею в виду, в 91-м, тот же самый расклад тех же политических сил. Сегодня, если мы с вами посмотрим, тот же самый, особенно, он нам и в Думе. Значит, все прозрачно видно. Правда, в Думе не хватает нынешнего момента коммунистов. Коммунистическая партия есть, и толком, коммунистическая партия есть. Коммунистов только нету. Значит, вот добавьте коммунистов, и вот вам будет политический спектр современной России. Значит, и то, что коммунисты, значит, отсутствуют, даже как-то намека на них нету, это тоже показатель и слабости коммунистического движения, и неразвитойности нашего общества, и такого тяжелого положения, в котором мы находимся. Но, я думаю, все-таки, что Россия не зря проделала большой путь в 20-м столетии, что люди ее получили серьезное образование. Я имею даже вот рядовые люди. Народ российский очень умный, и мне понравилось, как наши новоиспеченные нобелевские лауреаты физики в своей первой, так сказать, речи, в интервью в первом, говоря на вопрос, ну, что вам помогло. Российское образование. Что, мол, на Западе такого образования нету. Я думаю, что, конечно, правильно. Но это касается не только там какого-то интеллигентного труда, а это касается и всей глубины серьезного рабочего класса. Теперь, теоретические кадры, идеологические кадры. Их немного, но они есть, во-первых. Во-вторых, их, собственно, для сохранения линии, для сохранения тенденции, для сохранения идеологии, только для сохранения, для преемственности, их, в общем, многое не надо. С другой стороны, когда класс поднимется на серьезную работу, он выдвинет идеологов, всех найдет, и вождей, и идеологов, и кого угодно. Вот, то есть, речь цененой, чтобы, значит, несмотря на тяжелые условия, и общество в целом, и рабочего класса, все-таки, значит, развивался рабочий класс, развивались и идеологи, и чтобы это соединение, в таком более масштабном виде, наконец, произошло. Что для этого надо? Для этого надо, как ни парадоксально, развивать буржуазное общество. То есть, в этом смысле, мы, как бы, коммунисты, они более ответственные люди, более ответственные политические силы, и более ответственный политический класс рабочий. И поэтому и коммунисты, и за тем. Почему? Потому что рабочий класс кровно заинтересован в сохранении развития производства. Значит, будет производство, будет рабочий класс. Ну и сознательные силы, хоть из интеллигенции, значит, нашей, коммунистической, хоть из буржуазной, они тоже понимают, что, значит, нужно развивать производство, нужно развивать Россию. Но я думаю, что у нас это сознание больше. Почему? Потому что, все-таки, человеческий фактор является определяющим. Главная производительная сила, это рабочий, работник рабочий. Поэтому, наша задача, задача идеологов, задача партийных людей, значит, всячески работать на развитие производства, на возрождение и укрепление рабочего движения, так, чтобы помогать уж тем буржуа, которые стремятся развить капитализм, движут общество в сторону развития, в сторону технического и технологического прогресса, ну, в какой-то мере им помогать. И разъяснять, что без развитого работника, значит, никаких у них шагов вперед по пути прогресса не получится. А чтобы развивать работника, ему надо платить. И платить не пособие на выживание 10 тысяч, да, а платить по стоимости рабочей силы. Ну, эту тему, я думаю, мы в прошлом году хорошо так рассмотрели, и я думаю, что товарищи в ней хорошо развиваются. Поэтому, в завершение, значит, еще раз подчеркну, что преимущественность, это непрерывный процесс. Ее можно рассмотреть и в широком информационном плане, и в родовом плане, и в плане нашей индивидуальной жизни, значит, как мы жили при солизме, что мы переживаем теперь, и что нас ждет в ближайшем будущем. Я думаю, что когда мы смотрим в будущее открытыми, серьезными, трезвыми глазами, умом, подкованным теорией, я думаю, что нам будущее видится и правильней, и оптимистичней. Спасибо, Александр Сергеевич. Чем отличается опытный преподаватель от неопытного? Что опытному не нужны часы, он уложился точно на время. Пожалуйста, какие вопросы представьте, Александр Сергеевич. Всякое начало судна. Вопросы, конечно, не было. Ну, пожалуй, хотя бы один. У меня вот такое. Вот тут говорится, шмолинцы, там эти, проще, там эти, пугулян, да эти. Это же они настолько необразованные. Они бы хотя бы вот взялись не с тем, как раскрывать какую-то тему, а потом вот такой циклопедий. Там все есть, все объяснено. Они настолько, ну, просто я не могу говорить, насколько тупо все это, нежамотно, необоснованно, все это не стоит, как говорится, понимаете. И у нас еще не остались какие-то силы, чтобы как-то это или печать, или там вышли, просто нельзя такого допускать, чтобы на уровне государственного телевидения и забрать какие-то какие-то действительные. Значит, буржуазное телевидение и буржуазное радио, оно ведет идеологическую пропаганду. Теперь, что касается Кургиняна, то это один из грамотнейших, образованнейших людей нашего времени. И в то же время он показывает ограниченность буржуазной точки зрения. То есть, ему навязывают дискурсию о личностях, и он не показывает классовое содержание этих личностей. То есть, там многие вопросы, они решаются просто отнесением к классу. Они сюда, Троцкий, там, Сталин, еще там кто-то, и все сводит личность. А личность, она бесконечна, многогранна и противоречива, поэтому можно надергать и того, и другого с каждой личности. Поэтому я думаю, что несмотря на образованность большую Кургиняна, несмотря на его, мне кажется, искреннее желание быть таким человеком левым, и даже в какой-то мере коммунистическим, у него это не получается, именно за счет того, что идеологическая позиция у него непрочная. А непрочная идеологическая позиция, видимо, потому что серьезная политическая борьба не участвует. Не участвует в практике. А практика есть критерий истины. Пожалуйста, еще вопрос. Можно вопрос о приемственности. То есть, если, здесь было сказано то, что высокоразвитые производительные силы, которые, ну, то есть, если развивать промышленность, да, то неизбежно в России мы вернемся к истокам, да, того, чего ушли, то есть коммунизм, да. А вот мне вопрос, почему такое не происходит в тех странах, где самая высокая производительность труда, где уже достаточно высокая где же там, почему там-то все? Понятно. Понятно. Значит, вот коммунистическое движение, коммунистическая формация, ее мы привыкли рассматривать на России. И вроде коммунизм это Россия. И говорят, пал коммунизм, потому что пал коммунизм и все. Товарищи могут успокоиться, коммунизм как формация не пал. В Китае коммунизм там плохой, там, еще там какой-то, сами они называют переходный период, но это коммунизм. на Кубе тоже там плохой какой-то, нехороший, но коммунизм. В Корее там, как хотите называйте Ким Чен Ира, но это коммунизм. В Лаосе даже и Вьетнаме там коммунизм. Теперь, народы коммунистического во всем мире, гигантские массы, коммунистические партии остались. Поэтому вот эта борьба между капитализмом и коммунизмом, она носит глобальный характер. И в тех странах, в развитых странах, в богатых странах, там научились за долгие годы эксплуатировать рабочих неразвитых государств и подкармливать рабочих своих государств, своей экономики. Поэтому в силу того, что рабочие Америки, Германии, Англии, Франции получают некоторую прибыль за счет эксплуатации Азии, Африки, Латинской Америки, они по-малу пьет, они довольны, в них стимулируют буржуазный образ жизни, буржуазные привычки. Они там, так сказать, тепло живут и может быть жить будут тут очень долго таким образом. И, наконец, для революции важен еще и субъективный фактор. И мы, скажем, на истории нашей страны, особенно на истории последнего времени социалистического, я думаю, хорошо убедились, насколько велик, насколько велика роль субъективного фактора. Вот в России Ленин и пишет, что революция, революционная ситуация может быть, но нет субъективного фактора, не организован, не собран субъективный фактор, и революция не произойдет. И в тех странах организовать вот этот субъективный фактор, я думаю, что и тяжелее. Это вот на общении с нашими европейскими товарищами по докладам товарища Попова и Тюлькина, вот, мы видим, что они не готовы переварить тот опыт, который дал 20-й век. Скажем, они до сих пор не понимают, что такое Советы и что такое Советская власть в теоретическом плане. Кроме греков. Ох, кроме греков. Значит, поэтому проблема с субъективным фактором там очень большая. Но будем надеяться, что товарищи греки здесь организуются, но у товарищей греков объективная сторона дела хромает, мне кажется. Почему? Потому что в ней нет крупного промышленного производства. Вот здесь товарищ в Греции выступал, значит, ну у нас нету крупного промышленного производства. А мы знаем теоретически, что коммунизм строят и партии коммунистические создают и развивают рабочие, прежде всего рабочие крупного производства. поэтому вот там они еще вот так вот живут по-буржуазному и эксплуатируя весь мир, значит, будут еще, видимо, некоторое время жить, но спокойно пожить, я думаю, долгое время им все-таки тоже не дадут. Почему и раздражаются вот эти кризисы. да, и государство штаты в панике раздают деньги, значит, General Motors, банк, другим организациям, лишь бы не возникла какой-нибудь революционной ситуации. Миллиарды. Вопросы. Какие еще вопросы? В топку? Нет, это не в топку. Но это не наши конкуренции, я думаю, теперь они уже не будут привязывать. Теперь они искупают, пока оно дрожает, падают активы. У вас, конечно, придет время скоро, оно опять будет дешеветь. Поэтому денежная форма, она не дает какого-то решения. Денежная форма дает кратковременное решение в плане повышения спроса. Вот этот нынешний глава американской федеральной резервной системы, Бен Берна, в четвертом году, когда он был еще профессором, он говорил, что вопрос кризиса мы решили, нам кризисы больше не граждат. В случае чего мы будем с самолета разбрасывать доллары, народ их будет брать, таким образом повысится спрос, и все будет нормально. Ну вот, пришел восьмой год, деньги они правда бросают, сейчас ставка у них ноль процентов, учетная ставка, ноль, ноль двадцать пять сотых процентов, то есть это вот задаром раздают доллары, но все равно это не дает выхода, но пока нет, в этой ситуации они считают важным лучше дать денег, лишних денег на пчат, лишь бы не состопорилось производство, лишь бы не допустить каких-то таких социальных глубоких последствий отрицательных. Достаточно вопросов, пожалуйста. Простите, не мечтаю, что мы можем, не кажется ли вам, что все-таки обогащение старистов, обогащение своих, а кого-то кого-то ну конечно, да, да, конечно. Нет, я имею в виду, что это даже наши люди, много предприятий, которые принадлежут каким-то другим. Тогда, да, да. И нам с этого ну никакого прокла. Ну, нам-то в любом случае никакого прокла. Ну, конечно, и буржуазии то прокла нет. Какого в этом нету. И второе, рассказали у вас с историками на случай. У вас вопросы для выступления? Я хочу вас попросить, что вы на эту тему думаете. Ну, что, на какую ответ? Ну, значит, что нам нашествие просто китайцев, успехов, украинцев. Локализация. Да, мы идем. С ними какой может быть профсоюз? Что с ними? Какая может быть они... Нет, нет, вот это неправильная точка зрения. Я думаю, что то, что их держат на самом деле в черном теле, да, как полурабов, это позволяет нашим капиталистам не выплачивать зародную плату нашим рабочим. Они говорят, не хочешь, вон я найму этих. Поэтому задача нашего рабочего класса, она состояла бы в том, чтобы все-таки, чтобы им платили, во-первых, такую же зародную плату, как наша. Во-вторых, были бы такие же условия жизни. В-третьих, привлекать их в профсоюзы и в общественную жизнь. Я тут только еще вот какой вопрос вижу, что все-таки есть легальная миграция под контролем там государства, хоть и буржуазном, и есть нелегальная миграция, через которую проникают убийцы, воры и так далее и тому подобное. Что вот здесь, конечно, и буржуазное государство может навести порядок и должно навести порядок, хотя пока, мне кажется, что этого порядка нет. А что касается наших буржуа, то, во-первых, под нашими буржуа, на самом деле, активы принадлежат за рубежом и деньги уходят за рубеж. Во-вторых, наша буржуазия свои деньги отправляет за рубеж и там хранит, поэтому эти деньги работают на за рубеж. Поэтому, конечно, те страны продолжают грабеж России, которые не начали в 91-м году. Он продолжается. Вот мы в Народной правде году в 92-м была хорошая статья Виноградова о том, как разворовывают Россию. И он дал цифру, что из России вывозят 25 миллиардов долларов в год. В 90-м, в 1999-м эту цифру подтвердил Примаков. Говорит, ежегодно из России вывозится 25 миллиардов долларов. Ну, ни заработанных, ни обеспеченных, там ничего. Украденных. И я думаю, что, несмотря на мероприятие Путина, значит, я думаю, что это сохраняется. Хотя некоторые дыры, вот некоторые дыры он успел закрыть. Когда он пришел к власти, весь бюджет Российской Федерации был 25 миллиардов. То есть, один бюджет мы тратили на себя и другой на дядю. Владимир Владимирович закрыл эти многие дыры. Как закрыли? Ну, хотя бы, значит, такие явные воровства нефти миллионами тонн, как вот занимались там этот Ходорковский и до компании, он прекратил. Поэтому бюджет стал пополняться. И сейчас бюджет в долларах, я не знаю сколько, но на уровне 7-8 триллионов рублей. А? Ну, то есть, сейчас бюджет все-таки побольше. Нет, триллионов рублей. 250 рублей в зоне ну вот, видите. Надо радоваться, подали. Ну, вопрос я понял, достаточно. Кто желает выступить? Пожалуйста. А судя по плану образцово-показательное занятие. Пожалуйста, кто желает выступить? Пожалуйста. Вот я вот возьму лекцию, которую читал на станции в следующем году. Ясная, понятная, за ней стоит глубочая очень работа, глубина научная. И это такая позиция, которая вполне достойна, чтобы открыть наши занятия и настроить нас всех на такой серьезной такой. И самое главное, что мы здесь видим, что берутся неоплеченные какие-то проблемы прошлого. Берутся самые современные, острые, горячие проблемы, которые мы все обсуждаем. Но, подчеркнуто, это главная ваша мысль, главная идея, я думаю, что мы все усвоили, что сегодняшние проблемы, самые современные, надо рассматривать через призму того, как мы к ним пришли, какой путь исторического развития. То есть, надо все, что мы сегодня будем, рассматривать, как результат происшествия в развитии человечества и в отношении нашей страны, в отношении других государств. Если мы этого не делаем, тогда у нас нет глубины рассмотрения. У нас бесполезные могут и шкурки, и кустые мнения, точно так же, как, скажем, отличительно много хорошего там, говорят, товарищу самую передачу Купиняна, Кургинана, народная правда у нас поступала в свое время в начале девяностых годов. Но, как у меня не было классового покоя, так и нет. И выходит, значит, такой могучий метод, который разработали французские буржуазные историки Тьерри, Менье, и Кизо, даже это никак не могут идеологи в России освоить. То есть, они не тянут пока и сами капиталисты, и идеологи капиталистов, они не тянут на то, они капиталисты. Но классы они построят, профессионалы обязают борьбой. Нет, они классы, во-первых, и теории не упоминают, хотя ничего там социалистического в самой этой теории нет. Это во-первых. И во-вторых, смысл капитала вообще, это то, что такое, то, самое, выросла и счастлива. А что он делает наши буржуазии, она разрушает производство. То есть, они не тянут на звание капиталистов. То есть, они не доросли даже на капитал. Это вот те самые бюрократы, мелкие жулики, бывшие, так сказать, демократы, которые, так сказать, которые поделили, поделили очень здорово государственное общественное аппаратство, причем обвиняют в этом коммунистов, говорят, вот у коммунистов отнять и разделить. А у коммунистов кузовицера отнять капиталистов и собрать в одно. Так? Да, и все собрать в одно. А вот они как раз от них отняли, схватили и разделили. Причем самые, вот, если посмотреть на истоки, какие они такие капиталисты, откуда они взялись, откуда они и капиталы. Вот на поверхности ваучерная приватизация, но это очень малая часть. А самое главное, самый главный метод был такой, что предлагает некий бизнесмен займы дать 15 или 10 миллионов и ценовое правительство, заключается договор, в обеспечение этого договора ставится крупное предприятие стоимостью, допустим, 150 миллиардов рублей, или Уралмаш, или другое такое предприятие. Потом деньги правительству не отдают эти 15 миллиардов миллионов. И, соответственно, поскольку залог имелось крупное предприятие, десятки, и в сорок раз большая стоимость, и оно естественно переходит к тем дружкам, которые давали якобы для них. Поэтому вот это вот, то, что мы наблюдали, так называемая залоговая приватизация представляет собой мошенническую махинацию, которая нарушает законы и те, которые имеются в этом буржатном обществе. Почему? Например, тут же Путин говорит, когда он говорит, что у нас амнистия капиталов, что мы не будем спрашивать пять лет назад, и мы не спрашиваем, откуда у нас капитал. Слово амнистия капиталов это не очень удобное высказывание, не очень научное, потому что амнистия это слово применимое к кому? К людям. Капиталы не могут преступникам, преступникам только люди, значит, амнистия капиталистов. То есть речь идет о том, чтобы амнистия является не такой формы освобождения от ответственности, которая не является реабилитирующей по закону, согласно праву этого общества. Поэтому признается, что это преступники, но мы преступников наказывать не будем, потому что сами мы представили самые сервисы. Вот примерно картина. Вот приемы этих капиталов, поэтому когда вам рассказывают, что это элита, это не элита, это самое грязное, самая чернота, это самые гоносные отбросы общества, которые всплыли наверх. Вот мы должны, вот к сожалению, я наблюдаю, как некоторые наши товарищи за ними повторяют, элита, 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 нам нужно было элита. Причем на полную силу повторяю. Не пил, я думаю, что надо быть очень в этом отношении внимательным, и вот тот метод, который предложил Александр Сергеевич, в этом смысле метод историко-дилектический, что мы всего должны брать в развитие, так сказать, из точки, все это дело просматривать, в том числе и просматривать, откуда такие капиталисты, или откуда такие рабочие, откуда такие крестьяне, или фермеры, всегда надо смотреть в развитии. Если мы на то смотреть, то мы будем глубже, вернее, и ставить вопросы, и их решать. Спасибо. Есть, что желающие, соответственно. Что, заключение ослышается? В заключении появились дети. Спасибо, дорогие товарищи. Я рад, что к началу наших занятий вышла моя книга, и я имею возможность наиболее активных наших, значит, участников учебы поздравить с выходом книги и с получением ее. Владимир, у меня это еще? Ну ладно, продается, уходил. Да-да. Так. Вам нужна? Нужна. Вы у нас активный товарищ. Александр Александрович, ну ладно, если на этом тогда заканчивается первая часть. Встречаемся в следующий четверг в 19.00. Редактор субтитров, его наимел. Корректор А. Продолжение следует...